Здравствуйте, в эфире рубрика «Колонка главного редактора» в студии Дмитрий Нечаев. Невзирая на пока еще нарастающую пандемию коронавируса, мы продолжаем работу, добываем для вас самую актуальную информацию и тем самым вносим свой посильный вклад в борьбу с этой вселенской напастью. У нас сегодня много разных новостей. Сначала, как водится, о плохом. В нашем регионе после нескольких дней затишья выявлено сразу аж 4 новых заболевших этим вирусом. Таким образом, общее число выявленных заразившихся в нашей области – 12 человек. И вот буквально только что новость от регионального Минздрава пришла к нам. В терапевтическом отделении Старицкой ЦРБ проводятся мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. На обсервацию временно закрыто терапевтическое отделение Старицкой ЦРБ. Причина – несколькими днями ранее в больницу был госпитализирован мужчина, при обследовании которого была выявлена односторонняя пневмония без признаков дыхательной недостаточности. У пациента был взят анализ на коронавирусную инфекцию. В настоящее время проводятся лабораторные исследования. Окончательные результаты станут известны несколько позже. В соответствии с утвержденными правилами, пациент с санитарным транспортом доставлен в инфекционный госпиталь Калининской ЦРБ. Ну а за вот это время на канал поступает очень много, все больше и больше вопросов от нашей аудитории. Люди интересуются самыми разными вопросами. Просят разъяснений, уточнений, просят передать их позицию властям. Но почти все сегодня крутится вокруг одной главной темы, о которой я сказал – нарастание распространения COVID-19. И вот сегодня я как раз решил собрать самую востребованную информацию, по которой больше всего было вопросов от вас. Итак, нас часто спрашивают, нельзя ли упростить механизм получения мер поддержки от региональной власти, на которые могут рассчитывать тверетяне в этот непростой период. Отвечаем. По решению губернаторов Тверской области до 1 октября 2020 года гражданам будут предоставляться ряд мер социальной поддержки без дополнительного подтверждения права на их получение. Теперь жителям Тверской области нет необходимости подачи дополнительных документов и не требуется лишний раз ходить в органы социальной защиты населения. Ну вот, например, без дополнительных справок предоставляются ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка, а это 11 399 рублей в месяц. Семьи Тверской области с невысоким уровнем дохода не потребуется в течение полугода предоставлять в органы социальной защиты дополнительные документы для получения пособий на ребенка. Ну и надо сказать, что также автоматически продлевается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2000 рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин. А теперь следующий вопрос от вас. Как долго будут действовать ограничительные меры в нашем регионе, какие магазины и заведения начнут уже работать? Отвечаем. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о продлении на территории региона дополнительных мер по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции. До 30 апреля 2020 года приостановлена деятельность организации общественного питания за исключением дистанционной торговли и ограниченной работы розничной торговли. Есть ли исключения, спрашиваете вы? Есть. Они, например, действуют для магазинов, где продаются продукты и непродовольственные товары первой необходимости. Для аптек, аптечных пунктов, салонов связи, зоомагазинов, отодилеров, магазинов, садово-огородных предметов и инвентаря, строительных и отделочных материалов, санитарно-технических изделий, а также точек, ведущих продажу товаров дистанционным способом. Ну и естественно, что главным условием работы этих объектов станет целый ряд мер безопасности, жестких и серьезных. А вот тем, кто оброс волосами или давно не был в бане, придется потерпеть. Ибо до 30 апреля в Тверской области не будут работать ни парикмахерские, ни баня, ни сауны, ни салоны красоты. Теперь вопросы про школы и вузы. Как учиться? Ответ. На этот же срок приостанавливается посещение организаций общего и дополнительного образования. В учреждениях организовано дистанционное обучение. При этом в школах для учеников начальных классов при необходимости организуется работа дежурных групп численностью не более 12 учеников с дистанционным обучением. Ученикам начальных классов, а также детям из малоимущих семей 5-11 классов в период дистанционного обучения будут предоставлены продуктовые наборы. Ну а в муниципальных дошкольных учреждениях образования организуется работа дежурных групп соблюдения всех норм санитарного режима. Вы, кстати, звоните на нашу горячую линию и делитесь своими наблюдениями об этом процессе. Телефон горячей линии 341-341, мы его еще напомним в конце. Теперь о многочисленных вопросах от вас по ограничительным мерам для населения. Что это за меры? Поясняем. Приняты дополнительные меры. Теперь необходимо приостановить посещение гражданами парков, детских и спортивных площадок и других мест массового пребывания. Обязать водителей такси, например, общественного транспорта, использовать маски. Привлечь к борьбе с COVID-19 выпускников медицинских СУЗов. Установить повышенные требования СанПин к объектам розничной торговли. Кроме того, продлевается приостановка посещения школ и обучение дистанционными методами. Замечу, кстати, что каждая образовательная организация разработала собственную модель организации дистанционного обучения. Это надо учитывать, исходя из технических возможностей. Ну и продлевается запрет на торговлю предприятием общественного питания, банем, ярмарком. Об этом мы уже говорили. В качестве дополнительных мер с новым коронавирусом в Тверской области гражданам старше 65 лет теперь не рекомендуется покидать место жительства или пребывания. Исключение только в случае необходимости составляют обращение за медицинской помощью, следование к месту работы и обратно, к ближайшему магазину, выгул домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, вынос мусора и следование к месту жительства в другом регионе России. И еще. На время вынужденной самоизоляции в условиях пандемии волонтерские организации Тверской области доставляют продукты и лекарства людям самой уязвимой возрастной категории 65+. Кстати, наши волонтерские организации объединились на платформе федеральной акции «Мы вместе». Среди них есть и волонтеры-медики, и фонд Твери, и другие. Также работает федеральная горячая линия. Если у вас возникла необходимость в получении такой помощи, звоните по телефону 8 800 200 34 11. Я также напомню, что работает и горячая линия нашего медиахолдинга 341 341 ее номер. Если у вас возникли какие-то пожелания, какие-то требования, какие-то замечания к работе различных органов власти, различных структур в этот сложный, в этот очень непростой период, звоните, делитесь ими, и мы будем стараться делать так, чтобы вот эта связь между вами, гражданским обществом и властью была максимально эффективной. Не болейте, берегите себя и своих близких, и до завтра.